Глава региона продолжает серию лекций в лучших вузах страны. На этот раз его слушали студенты высшей школы экономики. О том, какой он современный Ямал, многие студенты узнают впервые. Это когда-то арктический регион был глухой провинцией, а сейчас энергетическое сердце России и мира, где развивается экономика, инфраструктура, спорт, культура, территория, где рождаются новые идеи, смыслы и дети. Мы этим очень гордимся. Мы пятые в стране по рождаемости. В этой пятерке странным образом затесался северный холодный Ямал. В три раза выросли по многодетности. Дмитрий Артюхов с любовью рассказывает о своей малой родине, за развитие которой он теперь в ответе. Не было ничего. Пришли люди, построили всю инфраструктуру, энергетику, аэродромы, вокзалы, дороги, жизнеобеспечения, жилье, дома, чтобы выполнять большую миссию, которую несет наш регион. Это добыча углеводородов, иными словами, добыча энергии. А студентов губернатор заряжал своей энергетикой. Вышка – кузница кадров для российской экономики. И для них разговор с главой Ямала имеет прикладное значение. Я сейчас занимаюсь проектом, как раз-таки напрямую связанным с разработкой градостроительных нормативов для Ямала. Я подсобилась для каких-то полезных вещей из каких-то секторов экономики, развития социальной и жилищной сферы и так далее. Это было интересно, я могу сказать так. В один момент лекция переросла в дискуссионную площадку. И уже глава комиссии госсовета по молодежной политике Дмитрий Артюхов напрямую задает вопрос молодым. У нас какая задача у нас с проекта? Чтобы молодежь чувствовала себя уверенно, чтобы уверенно смотрела в будущем. Для этой цели, как вы думаете, что мы должны сделать, какие мероприятия поддерживать? У молодежи много советов, но главный показатель уверенности в будущем, когда студенты после учебы стремятся не за границу, а в родной регион. Как уроженец Ноябрьска Вадим Гелязов. Приедешь в родной город работать? Могу. Мне Ямалов на самом деле очень нравится. У меня свидетели могут. Вадим уже третий год учится в вышке. Говорит, особенно радует, что Ноябрьск меняется на глазах. Я в прошлом году приехал в Ноябрьск. Достаточно долгое время не было там. Я увидел, насколько преобразился Ямал. Насколько он стал вот таким здоровым, передовым, скажем так, в России. А после таких лекций поклонников у Ямала становится еще больше. После вот всех вот таких рекламирующих программ, которые зовут прям на Ямал, да и природа очень красивая, небольшое желание есть, ну, как минимум попробовать себя. Было бы интересно вот съездить, посмотреть на северный Ямал, как раз-таки из-за Салихарт, посмотреть вот ледник романтиков, посмотреть природу северного Ямала. И с точки зрения туризма Ямал – регион привлекательный. Губернатор всех пригласил, а он плохого не посоветует. Андрей Жижин, Станислав Павлинич, программа «Время Ямала», Москва. Продолжение следует.